Девушки, когда вы говорите мужчине, купи что-нибудь вкусненькое, уточняйте. Ведь мужчина может принести все, от шоколадки до симпатичной кассирши. А мой точно знает, что в Магните есть все, чтобы сделать женщину счастливой. Счастливая женщина – лучший подарок на 23 февраля. Это импровизация, это Дмитрий Губерниев. Будем играть в колл-центр, поэтому можете сразу отправляться. Дима, ты клиент, к которому пришла покупочка, заказ. Но этот товар испорченный, он бракованный. Все остальные трое играют сотрудников колл-центра. И вы должны будете по подсказкам, которые будет Дима выдавать, определить, какой этот товар, вот прям с максимальной точностью. У нас простая задача – просто выбери коробку. Верхняя, нижняя. А вот верхняя, она ближняя, чтобы времени терять. Ну и все, давайте. Поехали. Сходил на пикник. Отдел контроля качества Антон. Здрасте, у меня брак. А скажите, вы заказывали у нас корзинку для пикника? Нет, я коробку использую, в которой был товар. А, получается, заказывали плед, правильно? Нет. Жаль. Ожидайте на линии. Вы... Отдел парных товаров Ной. О! Ну-ка, скажите, пожалуйста, у вас парный товар? Как оказалось, да. Выясняем. Все, выбрали. Отдел романтики Стефан. Так, Стефан. Скажите, пожалуйста. Стефан! Да, да. Если вы сейчас скажете, что это для романтики... А, вы заказывали у нас свечи? Нет. Но что-то для романтики, правильно? Нет. Я пойду загугли, что такое пикник. До свидания. Отдел уточнений Игорь вновь. Скажите, пожалуйста, его можно использовать по назначению? Нет. Еще вопросы? Сори. Сори! Отдел у матросов нет вопросов. Димьян. Димьян, здрасте. Здрасте. Вы были хоть раз на пикнике? Конечно. Я брал с собой плед и корзинку. Давайте представим, что это пикник в парке. Так. Помимо поледа, корзинки и вас, там есть еще разные виды досуга. А-а-а. Ожидайте. Да. Толстый, бери трубку. Алло, толстый. О, толстый, здоров. Это какая-то игра, правильно? Ну, 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 часть игры. Какая-то часть игры. Угу. Я заказал ворота, забыл заказать мяч. Ну, типа того. Ну, типа, вы хотели поиграть в теннис и заказали ракетку, правильно? Ну. Хотите, я вам пришлю фотографию? А-а-а. Отдел мне бы твои струны переплавить в пули. А-а-а. Семен, слушаю вас. О, Семен, давайте я пришлю вам фотографию товара. Нет, я, мне кажется, его уже в себе представил. Тогда расскажите. Прикольные ракетки без струн. Что? Ну, смотрите. Если вы играете в теннис с теннисной ракеткой, там натянуты струны. Ага. Вот деревяшки. Ага. А вы как это называли? Прикольная проволочь? Какая большая ошибка. Маленький отдел Серёжа. О. Толстяк, вы? Да. Вы же брали ракетки для настольного тенниса? Ну, конечно. Передайте там в прошлый отдел, что... Да вы твари! Вы что творите-то? Алло, здравствуйте. Отдел психологической помощи. Аркадий. Здрасте. У вас ракетки для настольного тенниса. Они иным способом прикручены друг к другу. Так давайте же, я отправлю вам фотку. Да не надо мне фото. Так идите ж в жопу тогда. Ничего никуда не прикручено. Отдел любителей фотографий Арсений. А я передумал. Ну, пришлите мне своё фото. Давайте. Давайте. Выслал. Что видите? Спасибо большое за обращение в наш колл-центр. Отдел высоких технологий Никита. Здравствуйте, Никита. Я извиняюсь, ваше фото до нас не дойдёт. У нас домашние тут. Вот, но у меня есть решение вашей проблемы. Скажите, у вас ракетки для настольного тенниса, которые каким-то способом друг к другу прикреплены, верно? Вы можете выглянуть в окно? Конечно, я смотрю в окно. То есть, ракетки порознь или нет? Да, конечно, да. Какая-то цепь. Какая-то цепь. Отдел всепрощения Игнат. Здрасте, Игнат. С вашими ракетками ведь всё равно что-то не так, правда? Конечно. Конечно. Их две. Их две, и они не соединены, я понимаю. Конечно. У меня у самого точно такие же ракетки. Вот вряд ли у вас такие же. У вас же со струнами, наверное. Нет? Хотя, знаете что? Слышный умник. На теннисных ракетках бывают струны. А то, что они для маленького, а не для большого. Да откуда же я знал? У меня телефон, он не то, что без экрана. Он у меня даже никуда не подключён. Я просто сижу в комнате с человеком, который повторяет за другим человеком. И знаете, что я вам скажу? Я хотел вам помочь. А теперь... Отдел нового меня. Здрасте. Меня зовут Павел. Здрасте, Павел. Я сейчас точно скажу, что у вас. Потому что одна часть меня смотрит на вас. У вас две ракетки. Да. Снизу они как обыкновенные ракетки. Но в их конструкции, которая призвана для того, чтобы отбивать мячик, есть нарушение. Оно выглядит... Оно как будто бы... С дыркой. Я натяну туда струны, Павел. Да натяни туда хоть жопу свою. Мне... Ты не русский, что ли? Русский. А я американец. В новом сезоне. Да дословно наши. Одни загадки. Во всем защита нафига. Батюк сгумирую. Узнаю, насколько он мне батя. Саня Кучин докопается таки до истины. Ну, здравствуй, папа. И до любого... Спасай! Убьет! ...кто встанет у него на пути. Кучинок на планете 12 тысяч человек ровно. Да. И все они в этой папке. Готов купить. Цена вопроса. Три тысячи. А вам зачем? Да есть вероятность, что я американец. Тогда в долларах. Патриот. Новый сезон. С 13 февраля. В 8 вечера. Найду. Слово сына. На ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова